Открывая совещание, Елена Зленко отметила, что сегодня в жилищно-коммунальной сфере много противоречий, и практически каждый день принимаются новые законодательные акты. И только на местах их начинают выполнять, как появляются другие законы. В будущем ситуация не изменится, впереди грядет еще ряд нововведений, и одно из них это внедрение такого понятия, как арендный жилой фонд. Квартиры в таком фонде могут получить люди, не относящиеся к категории малоимущих, и в то же время чей доход не позволяет взять ипотечный кредит. Если разделить все население на части, то с одной стороны малоимущие, это полномочия муниципального образования, с другой стороны те граждане, которые могут, имея собственные доходы, взять ипотечный кредит и купить себе квартиру. А вот то, что посредине этих двух границ получается целый такой пласт населения, как правило, к нему относится бюджетная вся сфера, к нему относится значительная часть муниципальных служащих. Это практически две трети работников компаний, малый и средний бизнес. Другими словами, эти категории людей могут взять квартиру в аренду по цене ниже рыночной. Федеральный центр дает право регионам самим устанавливать верхнюю границу доходов населения, при которой они могут воспользоваться наймом арендного жилья. Также, по мнению разработчиков законопроекта, это позволит легализовать существующий рынок найма жилья. Эти все правоотношения носят сегодня у нас теневой характер. Мало кто заключает официальные договоры, уплачивается нехнологии и так далее. Вот для того, чтобы еще в том числе создать и здесь, ну ни слова не конкуренцию, но, по крайней мере, более прозрачными отношениями между наймодателями и нанимателями. Разрабатывая данный законопроект, учитывали и зарубежный опыт, в частности в Голландии, где большая часть населения проживает именно в арендном жилом фонде. Но, как отметил глава администрации Александр Подорога в своем ответном слове, Россию не стоит сравнивать в этом отношении с зарубежными странами. Также Александр Подорога подробно остановился на тех рисках, с которыми придется столкнуться муниципалитетом в части реализации этого закона. Говорили на совещании о новшествах в программе капитальных ремонтов домов. Здесь также на сегодня больше вопросов, чем ответов. Елена Зленко согласна с тем, что большинство законов еще сыроватые и требуют доработки, и призвала муравленковских специалистов делиться своими соображениями с тем, чтобы законодатели округа при принятии соответствующих региональных законов могли своевременно убрать эти острые углы. Эрнест Бавшин, Тимофей Сапильник, Новости нашего города.